Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. После выходных мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать фундаментальные события, влияющие на динамику тех активов, которыми мы спекулируем. Поскольку сегодня у нас понедельник, напоминаю всем, что в 16.30 состоится традиционный вебинар по районе понедельника, где мы еще раз разберем основные фундаментальные события недели минувшей. Также посмотрим, как они повлияли на активы, которыми мы торгуем. Обратим внимание детально на самые стоящие релизы текущих 5 дней и попробуем поставить несрочные цели. В 16.30, друзья, повторяю вебинар, с большим удовольствием вас всех на него приглашаю. Ну а теперь давайте вкратце подведем итоги торговой сессии пятницы. Начнем мы традиционно с нефтянки 63.26. Это то, что мы видим непосредственно в наших терминалах на данный момент. Бренд, безусловно, оказался под давлением на прошлой неделе с учетом того фона, который сложился. Мы обсуждали сразу несколько факторов. Это данные по запасам нефти США, которые оказались ниже, чем ожидали эксперты рынка. При этом запасы нефти снизились, а запасы бензина выросли примерно на сопоставимую величину. Что-то вроде компенсации. И, как следствие, если и уж и говорить про реакцию, то это распродаж нефти. А лучше скажем, что участники рынка практически не отреагировали на этот релиз. В то же время были другие факторы, которые все-таки привели к той динамике, которую мы видели. Это снова заявление США о том, что они при необходимости могут ввести дополнительные пошлины на китайский импорт. Это вернуло в моменте на рынок опасения за перспективы роста мировой экономики и, безусловно, за будущие показатели спроса на углеводороды. Масло в огонь подвел еще пятничный обзор Международного энергетического агентства, которые понизили прогноз спроса на нефть на этот год на 100 тысяч баррелей с 1,2 до 1,1 миллиона. Ну и, безусловно, мы не можем обойти стороной тему ближневосточную. Это отношение Ирана и США и, в принципе, того, как обстоят дела по ядерной сделке. Напоминаю, что участники рынка, которые спекулируют непосредственно нефтью на прошлой неделе, считали, что еще одним фактором снижения цен на нефть выступило желание, вроде бы как Ирана, вернуться за стол переговоров непосредственно по ядерной сделке. Но я призывал вас, друзья, очень детально фильтровать информацию по этому фону и добавил, что любой эскалации напряженности в отношениях и, если нам снова придется обратить внимание на Ближний Восток, этого будет достаточно, чтобы перечеркнуть полностью весь тот негатив, который оправдывает снижение на нефть и смотивировать нас поставить уже на обратный ход, то есть уже в сторону роста. И, в принципе, так оно и произошло. Несмотря на сделанные заявления отдельных даже чиновников Ирана о готовности возобновить переговоры, мы признали то, что диалог еще не начался. И пятничный фонд ближневосточный, в принципе, как в соответствии с нашими ожиданиями, вернул на тему, вернул на рынки риски эскалации напряженности. И в данном случае я позволю себе даже сказать, что сегодня в рамках азиатских торгов понедельника мы видим то, что покупатели пытаются перехватить инициативу, допускают, что это делается, опять же, для последующего откупа и возвращения котировок выше 65 долларов за баррель. При этом сейчас обсуждается то, что Иран перехватил танкер Британии и США вроде бы как сбили беспилотник Ирана, хотя Иран сообщил о том, что все беспилотники вернулись на базу. При этом Трамп сделал заявление о том, что любой беспилотник Ирана, который будет приближаться к судам США, будет тут же сбит. Как вы думаете, настраивает ли это на конструктивные переговоры и позволяет ли нам сейчас говорить о том, что тема Ближнего Востока закрыта? Я думаю, что очевидно нет. Поэтому держу длинные позиции и для тех из вас, кто хочет поторговать нефтью, друзья, сделка байстопа с уровня 63.60, почему бы и нет. Доллар иена 107.95 ниже 108 пара держится. При этом стоит отметить, что снижение пары оправдывается не только внутренней слабостью доллара, но и повышенным спросом на иену как защитный актив. И тут же и торговая война между США и Китаем, конфликт с Ираном, тоже фигурируют штаты. Доллар, ожидание снижения процентной ставки уже на следующей неделе, это, конечно же, фон, который, ну, лично мне, создает базу не то, чтобы даже придерживаться, не только придерживаться этой сделки. Ну и давать рекомендацию, друзья, что, в принципе, с долларом все понятно. Здесь нужно просто ждать, когда отработается именно короткая позиция. На этой неделе у нас очень много статистики по штатам, индексы PMI, производственного сектора, сферы услуг, данные по ВВП в пятницу, заказы на товары длительного пользования. Очень хороший фундамент, потому что этот фундамент также будет анализироваться представителями Федрезерва на следующей неделе при принятии, опять же, решения о процентной ставке. По фунту против доллара 1.2502 ничего нового я сказать пока не могу, друзья. Если вас интересует все-таки, как же торговать британской валютой дальше, я склоняюсь в сторону продаж, даже рекомендации определенные давал. Но думаю, что по уровням дальше, если будет необходимость, я вас также сориентирую в тот момент, когда движения пойдут. Но уверен, что это все равно будут уровни, которые позволят нам занять именно короткую позицию. Евро против доллара 1.1214. Мы снова на пороге теста планки 1.12. Когда же пойдет этот уровень, меня тоже интересует этот вопрос, но думаю, что это вопрос самого ближайшего времени. Меркель в пятницу признала, что экономика Германии сейчас столкнулась с серьезнейшими трудностями. Смутные времена наступили, которые, пожалуй, даже не вспомнить в новейшей истории. Я вот сегодня, буквально только что перед брифингом прочитал очень хорошую статью. У нее заголовок Европейский Центральный Банк ударит по европечатным станком. Это действительно так и есть. На этой неделе у нас, напоминаю, друзья, заседание Европейского Центрального Банка, где мы ждем четко разложенный по полочкам план действий ЦБ относительно запуска новой программы количественного смягчения и последующего снижения процентных ставок. То есть в этот раз ИЦБ подготовит нас к тому, что в сентябре эти изменения произойдут, и мы будем настраиваться на сентябрь как фактически тот самый месяц активных действий, в ходе которых у евро будет открыт горизонт для еще большего снижения. Я думаю, что Драги, поскольку он уходит в отставку в октябре, конечно же, попробует проявить активность в плане новых стимулов напоследок и сделает все возможное, чтобы попытаться в момент своего входа реанимировать, оживить экономику. И самый, наверное, лучший шаг с его стороны сейчас, несмотря на критику, пойти на усиление вот этих беспрецедентных мерах стимулирования. До этого, друзья, у нас в среду целая куча индексов активности производственного сектора и сферы услуг. В общем, ждем плохих цифр и тем самым ждем доп. поддержки мягкой риторики. Для мягкой риторики Драги в предстоящий четверг. Доллар канадец 1.3061. Байлимит предлагает сделку с уровня 1.3050. После выхода в пятницу данных по уровнячным продажам, которые снизились на 0,1%, стало очевидно, что слабой инфляции и розницы может быть достаточно для того, чтобы и Банк Канады также примкнул к прочим регуляторам, которые уже анонсировали смягчение экономической политики. Несмотря на то, что Банк Канады сам говорил, что делать этого не будет, я думаю, что ему придется это сделать. Пока держится план 1.30. Друзья, рассматриваем пару только с точки зрения длинных позиций. Австралий с против доллара 0.7039 не уходит выше пара. Мы ждем разворота. В этот четверг состоится выступление председателя Резервного банка Австралии Филиппа Лоу. Он как раз снова будет обращать внимание рынка на то, что ориентиром ключевым для Резервного банка Австралии является рынок труда, поскольку дела с ним обстоят не лучшим образом. Показатель 5,2%. Безработица цель Резервного банка Австралии 4,5%. Будем ждать снижения процентной ставки уже в августе. Я думаю, что австралийца в этой связи должен пойти вниз. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.